Возможно, что подобных историй в Иркутской области не становится меньше. Потому что в Прибайкали сосредоточено более 10% лесных ресурсов России. По последним данным, на долю нашего региона приходится от 60 до 80% всех нелегальных заготовок древесины в стране. О том, сколько леса уничтожили злоумышленники в текущем году и какова сумма ущерба, которую они нанесли, узнаете прямо сейчас. С начала года в регионе зафиксировано 2218 фактов незаконных рубок. Только во время операции «Колея», которая проходила с конца октября по 6 ноября, инспекторы обнаружили 31 деляну, где уничтожали тайгу. По предварительным оценкам, ущерб от деятельности черных лесорубов составил более 3 миллионов рублей. Но это, как говорится, еще цветочки. В этом году в Тайшетском районе было возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений. Свою деятельность злоумышленники вели под видом санитарный ущерб, оценивают более чем в 70 миллионов рублей. Еще ранее в заказнике «Озерны» природоохранная прокуратура обнаружила незаконную добычу древесины. Таежные участки, включающие земли заповедников, формировались и предоставлялись для заготовки леса с 2008 по 2014 годы. Но лишь в 2020 прокуратура через суд добилась того, чтобы территорию вернули под защиту государства. За упущенное время сумма ущерба от трубок в «Озерном» по предварительной информации составила почти 500 миллионов рублей. Подобные нарушения были зафиксированы и в заказнике «Иркутный». Данил Седов, Иван Занько. Новости по будням.